да здравствуйте втб-24 банк маслов павел олегович игорь григорьевич комагу услышите да кто вы слушаю вас насчет задолженности ли он поступает на сегодняшний день 60 дней просрочки у вас договор передали с отказом от неисполнения обязательств скажите пожалуйста игорь григорьевич мне нужно будет решение принятие передачи дела юристом в работу хотел бы узнать перед этим с чем в чем не морочите голову как ваше имя учиться еще раз напомните не расслышал павел олегович снимайте себя это время передавайте юрист не морочите голову да я же говорю не морочите голову она вам не надо от этого вам не легче не тяжелее что надо что не надо данном случае не я-то знаю что мне надо мне нужно нормальный законный подход решение всех этих вопросов я намерен только в суде каламбур получился решение вопросов решать себе ну давайте так пускай будет каламбур но законный зато без это не я это за меня не зачем-то это произошло других банках есть у вас еще а это зачем вам знать возможно рассмотрим процедуру банкротства вот в отношении не надо же все я же вам говорю не морочите голову чего вы хотите все от меня услышать смотрите вы не морочите в данном случае вы выбираете морочить голову самому себе пусть будет так договорились если отказ будет зафиксирован если вы сюда ждете так рьяно знаете что я знаю даже не думаю я знаю вы ни в какой суд не подойдите никаких у вас чертовой матери юристов нет вы беспомощные звонари которым нужно сделать свою работу придя на работу утром закончить ее до вечера я уверен да мне все равно я через полсекунды забуду о вас если даже вы подойдите в суд все что я сделаю я встречу исковое производство совершенно логичным способом и даже я уверен что скорее всего судья на вашу сторону станет или через здесь может быть по-другому но сейчас суды лоббированы да но судья станет на вашу сторону далее исполнительное производство потом что попробуйте с меня взыскать источник официального дохода у меня нет а если даже быть а взыщем ну а что вы были ну вы бандиты что ли и григорий было бы лучше кстати говоря что вы бандиты какая разница бандиты или коллектора да вот сейчас я вынужден вам поставить акцент вы меня пугаете пытаетесь меня запугать нет ни на того напали какая разница коллектора или бандиты да вы за языком следите молодой человек я дал четко отчетливо понять вам что я хочу все решать через суд для меня это самое комфортно да да под запись разговора да под запись разговора да какая разница 3 миллиона задерживаются средства сейчас они не ваши григорьевич не ваши ну я же вас попросил смотрите который банк указывает возвращать они свои придумываются ой сам себе придумал головомойка я не телевизор вам предлагаю купить сейчас да если бы ты даже предлагал мне купить женщину голую до совершенно доступную я бы не согласился я бы потому что подумал что ты наверно врешь потому что ты не своими словами говоришь а я ненавижу людей которые не умеют думать головой вот и все они читают по скрипту эти люди они вынуждены гнуть спину за косточку которую кидает хозяин я так про вас говорю вот ты пришел на работу начинаешь мыть спину долгом в полмиллиона да вот так вот рассуждать какая разница миллион полтора пятьдесят какая разница вот так вот я сужу не ну ты вот ты мне ответь ты чё ты хочешь со мной побеседовать и меня получить хочешь адрес адрес какой ты с меня получить хочешь или чё чувак не я с вас получить банк а чё ты мне ну слышишь на этот банк какие деньги ну слушай ну получи с меня коллектора что там собирается адреса у вас разные гвардейская какая тебе чёрт разница где я живу ну ты же знаешь что никто никуда не поедет а я хочу чтобы кто-нибудь из вас приехал морды ваши лош лоховые посмотреть вот лошары одни там сидят работает ну кто ну хорошо окей ладно приехали чё дальше чё дальше ну приехали вы ко мне ну то же самое что ты мне звонишь и после того как ты со мной поговоришь язык в жопу засунешь и все давай 5 адресов есть 5 адресов у меня в таиланде еще дом отлично подавайте тогда свои 5 адресов и оплачивайте кредит свой дебил бля я же тебя предупреждал не морочь голову сам нарвался сам нарвался по-хорошему бы положил трубку не выебывался да 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 по хорошей да чё там ожидать сколько его ожидать блять а до следующего миллениума его ожидать смерти вы блять свяжутся вам блять знаете как с собакам сучками связываться надо блять а лучше не надо вам блять сидят этой хернёй занимаются людей пытаются напугать что-то чё ты вот блять там сопишь сидишь а вот скажи мне что-нибудь еще а вот не положу потому что потому что я знаю что у тебя программ ты до такой степени бесполезны что ты даже не можешь прервать разговор сам ожидать даже чего я ожидать друзья здравствуйте это дмитрий кузнецов вот здесь такой интересный ролик на мой взгляд сыграл роль человека у которого накипело ну я думаю так что эмоции я так проявил искусно верьте мне действительно когда я вступаю в диалог с этими попрошайками я на самом деле за каждого своего клиента ну во первых несу ответственность а во вторых переживаю точно так же как будто это вот по мою душу звонят потому что я через это все прошел в свое время и также боялся ну стоило мне только разобраться и я понял мне волосы дыбом стали от того что и я вот боялся такой чепухи да и я сейчас их слушаю как я мог бояться вот этих вот недотёп действительно ну что со мной было то было то что незнание формировал такой стойкий устойчивый страх и страх меня парализовал парализовывал и мысли отказывались меня слушаться и собственно говоря из чего следовали спонтанные какие-то действия и деньги последние носил банк и так далее ну вы знаете все мою историю да кто не в курсе то недавно на нашем канале я не всегда занимался работой с банками таможенным юристом был и соответственно во все эти вот банковские структуры движения я не вникал потому что мне это не нужно было и точно так же мне были кредиты и все и только после того когда я все это испытал на себе протащил это как говорится через себя на своей шкуре только после этого я стал это предлагать людям и организовал свою компанию или ам и сейчас мы уже больше четырех с половиной лет оказываем людям помощь в деле борьбы вот с банковским беспределом я на самом деле не против банковского бизнеса не против банков я против вот действительно вот этого беспредела с помощью которого они свой бизнес осуществляют как они обманывают налево направо людей на моем канале это очевидно без всяких как говорится сомнений можно понять послушав записи переговоров наших наших сотрудников наших клиентов много много еще это все настоящие живые разговоры ни одного фейка нет на нашем канале я вам со всей ответственностью заверяю как бы вам многим не хотелось бы в это поверить да что он где-то фейковые ролики там монтаж и все такое нет ни одного фейкового фейкового ролика везде вы слышите голоса реальных взыскателей коллекторов банковских работников и так далее поэтому будьте уверены что здесь вы как говорится живую все чувствуете слышите но если вы хотите понять почему этого всего не нужно бояться пожалуйста посмотрите в описании этого либо любого другого ролика есть ссылочка на наш сайт на сайте выложено видео видео презентация как устроена работа кредитных юристов компании что мы для своих клиентов готовы сделать если клиент становится нашим подопечным заключать с нами договор сколько это стоит сколько времени это все будет длиться не поленитесь посмотрите убедитесь что это гораздо выгоднее чем платить в банк сразу скажу становясь нашим клиентам вы должны прекратить все финансовые отношения с банком то есть банк больше ни копейки если вы решили стать нашим клиентом ну естественно огромная просьба поставить лайк чтоб как можно больше людей узнала о нашем канале успокоились чтобы люди перестали бояться вот этого скажем так надутого черта которого намалевали эти банкиры на самом деле он не такой страшный ну и репост соц сетях это отдельное спасибо поделитесь ссылочкой на этот либо на любые другие ролики в соц сетях и еще больше людей узнает а вам естественно как говорят плюс в карму ну и ссылочка на группу вконтакте у нас есть группа вконтакте где все ролики дублируются та самая ссылочка есть тоже в описании этого либо любого другого ролика вступайте в группу подписывайтесь на наш канал обрастайте знаниями никого не бойтесь счастья вам и финансового благополучия с вами был кузнецова дмитрий до свидания